Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня 26 марта 2016 года, пятница, время 12 часов 14 минут, это город Минск, республиканский финансовый центр, на втором квартале. На втором квартале, в первом круге квалификационного турнира встречаются 3 карта в России и Андрей Антонович Беларусь, Андрей в черной футболке и якер в шорте. Начало первого футболка подает Илья Капов. Это турнир ТЕ второй категории, возрастная категория юноша 14 лет и моложе. Антонович тянет время, тянет время, тянет время. Комментирует данный матч Борис Стариков. Все права на комментарии принадлежат ему и недопустимы. О-30 на подаче Ильи Карпова. Комментирует данный матч Беларусь. Комментирует данный матч Беларусь. Вновь ходит, сбивает темп, дышит. Ну, интересное развитие событий, начиная с первого дня. Хорошая подача Илья Капова и гель Карпов. Странно, непонятно, что со счетом. Ровно. Не успешно держит мяч Антонович. Добивается короткого мяча. Мяч попал. Мяч попал. Ну, Антонович продолжает жухать. Судью вызывай, Илюш. Илюш. Безобразное поведение игрока. Судью вызывай. Камера снимает. Ну, Антонович решает. Илюш, пусть смотрит. Это характерно для данного турнира, что многие игроки, ну, назовем вещи своими именами, жухой. Жухой. Не будем политкорректны, будем называть вещи своими именами. Второй мяч, Карпов. Двойная ошибка. Вот так вот за счет жухания Антонович берет ги. Причем, нужно отметить, что по ходу встречи он уже зажухал не один мяч. Была подача Карпову в первый квадрат с запасом. Но Антонович объявил аут. В общем, очень неприятное впечатление производит игрок изначально. Если он таким образом планирует продолжать свою теннисную карьеру, ну, не ясно, что это за история. Итак, 1-0 Антонович. На растяжках играет Илюша. Но Антонович выходит к сетке и выигрывает очко. Портит впечатление подобное поведение игроку. Портит впечатление от матча. Даже пожилые пенсионеры, которые смотрят за этим матчем, не видели, что мяч был в ауте. 30-0 Антонович. Форсирует Илья игру и ошибается с отскоком. 40-0. Легко набирает очки Антоновича. Качественный прием Карпова. 40-15 на подачу Антоновича. Коротко принимает Карпов, налетает на атаку Антоновича. Их 2-0. Впереди белорусские спортсмены. Не стремительно развивается он не матч. По розыгрыше длятся 2-3 удара. Не более. Мяч цепляет линию. Две подачи в 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 линию. Безобразное судейство. Безобразное судейство. В общем, это очень портит впечатленный принцип. Сейчас ночь не попал. Но уже молчит Антонович. Сейчас подачи не было. Но он помолчал. 15-30. На погачи карпово. И я подаю первую мячу, но не простую. Включу в 2-ю не попадает. 15-40. Много интересно, как с таким отношением на судейство. Как вообще можно играть. Первая. Первая проходит. Ну, в общем-то, Илюша Карпов уже и предыдущую подачу в 1-й квадрат, в общем, также подал. Он фактически на вылет. Но Антонович решил говорить, что был аут. Первая проходит. Ровно. Очень странно. Очень странно. Отношение игроков. Судейство. Сопернику. В общем-то, к зрителям. Не проходит первую мячу. И меньше она подачи карпово. Вновь усиливает первую мячу, но не попадает. Уже с приема ошибается Антонович. Ровно. На подаче карпово. Но можно сказать, что это решающий. Прошла первая подача карпова. Ошибается. Выполняя удар над головой, Антонович больше карпова. Прошла первая подача у Ильи. Держит мяч. Аккуратный. Санимает ценность данного очка. Такими накатистыми гауны под заднюю линию. Играл Илья. Но ошибся. Ровно. Можно даже сказать, предположить, что Илья наказал себя сам за слишком пассивную игру. Ровно на подаче карпово. Ровно на подаче карпово. Третий геймик. Первый лосет. Антонович. Как тянет время, ходит подыша карпова. Прошла первая подача карпова. Но. Второй мяч Илья не проливает. Кладет в площадку. И этого оказалось достаточно. Антонович ошибается за буховую линию сантиметров 10. Илья пытается настроить первый мяч во второй квадрат. Пока что ему это не удается. Держит мяч. Не торопится. Просто держит мяч. Безупречный удар. И атака с выходом вперед. Гейм-карпов. Атака он уступает в первом сете со счетом 1-2. Гейм-карпов. Гейм-карпов. И мы надеемся, что он поменяет свое отношение с Дмитрием, к сопернику, к игре. Наблюдатель стоит со стороны вышки и смотрит. Но посмотрел только один мяч и вновь отвернулся. Странно. 0.15 на подачу Антоновича. Четкий прием и лидерный прием. Антонович ошибается со спуха. 0.30 на подачу Андрея Антоновича в Беларусь. Четко Антонович кладет мяч. Четко кладет мяч и пробивает по прямой. Безупречный удар. Но нужно отдать должное, что и я сам смягчил игру и, соответственно, с короткого получил тут же по прямой. 0.15.30 Не проходит первый мяч. И я уже немножко прибавляю. Двойная ошибка Антоновича. 15.40 на его подачу. Очень смотивирован Антоновича. Не спешит. Дышит. Выходит на подачу. Не проходит первый мяч. Ошибается ли я, выполняя прием И Антонович вновь ходит, дышит, не торопится, сбивает темп Уважаемые слушатели, еще раз обращаю ваше внимание Что все права на комментарий к данному матчу Принаглажат Старикову Борису и не разрешают копированию и распространению Без письменного его на то согласия Двойной ошибкой заканчиваю это очко По два в первом сете Илья Капов, Россия, Толер Антонович не торопится, не торопится, дышит Возможно, у спортсмена есть травма или какая-то особенность Может быть, он чувствует себя очень здорово Но, в общем-то, правилами это не запрещено Чисто на субъективный взгляд зрителя Не торопится Илья Подбивает вперед И четко подбивает мяч по месту Не торопится Илья Он уже понял Что соперник крепкий орешек Но, тем не менее, нужно делать свою работу И Илья делает ее Проходит первый мяч Четкий второй удар Илья держит мяч Андрей решил усилить И ошибся Выполняю удар Сацпока 30-0 В пользу Илья Капова На его подаче Счет 2-2 По геймам В первом сете Не идет первый мяч у Илья Вторая безупречная Выбрасывает счет Антонович И, несмотря на выигрышную ситуацию Ошибается по длине Грубая ошибка Мяч попадет где-то метро на 2 Валду У Ильи 40-0 Илья пытается настроить первую подачу Пока ему не удается Двойная ошибка 40-15 На подачу карту Вновь не проходит первый мяч Вторая четкая Он выбрасывает мяч Илья вынужден играть на распяшку Четко играет В прямом А Антонович Правильное решение принимал Играл в противоход Но техническая ошибка И гейм закапыван Он ведет в первом сете Со счетом 3-2 Матч продолжается Уже 22 минуты Еще раз Расскажем Буквально несколько слов О этой базе Это Хороший теннисный центр Республиканский центр Олимпийской подготовки теннисистов В Минске По адресу Проспект Победителей 63 И в зале Четыре Просторных Светлых порта С трибунами Сетка На подаче Антоновича Первый мяч Не проходит Илья входит В площадку Но не форстирует Проспект Очередная ошибка Андрея При выполнении Удара над головой Грубая ошибка Видимо Андрей чувствует себя Немножко не в своей Торелке 0.15 На подаче Грубая ошибка При выполнении Первой подачи И двойная Видимо Андрея Видимо Беспокоит Или травма Или он Не совсем Здоров 0.30 В нем не проходит Первый мяч Безупречный прием Ильюши Карпова Не оставляет шансов Антоновичу Карпов завершает Четко розыгрыш Ударом С воздухом Антонович Даже не Бежит По этому Мячу Классическое движение Выполняет Андрей При подаче Но Мяч Почему-то Не переваливается И вновь Двойная ошибка Гейм Карпов Он Повел Со счетом 4-2 В первом сете Еще раз Обращаем Ваше внимание Что В принципе Один рейн Андрея Запутан Бой Не совсем Честной борьбе Потому что Он Вольно Или невольно Видимо Хотел Этого Но Два мяча Два мяча Он Засудил В свою пользу А Гиви Фаут Тогда Когда мяч Четко Попадал В площадку Да даже Не один мяч А там За первые Два гейма Где-то Порядка Четырех Илюша Продолжает Играть И вновь Антонович Ошибается Не было Подачи Антонович Помолчал Видимо Решил Сыграть Мяч Ну Как бы Судит Судит А вот Попал Подачу А Судит Игру Подачи Не было Но Антонович Решил Сыграть И сыграл Во-первых Ошибся За боковую линию Выполняю удар Со спока И этом Карпов Не стал Судить этот мяч Бросил свечу И Антонович Ошибся 30-15 На подачу Илюша Безупречен Никуда не торопится Спокойно играет Антонович Должен дышать Если у него травма Если он Не совсем здоров То ему нужно дышать Конечно Для того Чтобы Восстанавливаться Но он это делает Прошел Наконец-то Первый мяч Унаги Вновь Дранная ошибка Да Характерной Особенностью Соревнования Является То Что На корте Присутствует Вышественное Понадлежателем У Карпова Больше На подаче Но Пока что Презай Не подходит Соревнования И вновь Двойная Ровная Судьи Тоже ведут себя Не совсем Корректно Стоят Вместо того Чтобы выполнять Свою работу Разговаривать Между собой Подачи Вновь не было Но Антонович Молчит Ну и молчит Молчит И Моша Усиливает Держит мяч И вновь Ошибается Выполнять Даже Поскольку Меньше Очень Противоречивые Впечатления Производит Этот матч Много Каких-то Неточностей Пять Не было Подачи Но Антонович Молчит Ну и молчит И молчит Очень Странная История Карпов Цепляет Линю Забивает В центр И Уширается Вау Геон Антонович Геон Антонович Карпов Пока что Впереди В первом Сете Со счетом 4-3 Очень Противоречивые Впечатления Производит Этот матч Странно Что Игроки При Не попадании Мяча Тем не менее Молчат Ну наверное Это все-таки По правилам Если мяч Попал Игрок Если даже Мяч Не попал И игрок Принимает Решение Что Он был В порте То наверное В этом Ничего плохого Нет Противоречивые Противоречивые Попал